Совсем скоро Рената Усатый представит документальный фильм расследования, о котором он неоднократно говорил. Фильм о заказных уголовных делах, ценах на услуги прокуроров и других беззакониях нынешних властей, подконтрольных Владу Плохотнюку. В качестве подтверждения председателя нашей партии в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook, показал несколько комнат, заполненных доказательствами, которые будут использованы в фильме. Оппозиционный политик говорит, что с некоторых пор он переименовал комнаты. Например, одну он называет «Сигнал», другую «Вазап», иногда называемую «Вайбер», есть «Комната почты мира» и другие, в зависимости от происхождения документов, находящихся в определенном помещении. По его словам, в стереофонической комнате находятся аудиозаписи, но до настоящего момента пока обработаны материалы за период с июля по декабрь 2016 года. Вот примерно как выглядит комната «Сигнал», в которой находятся документы, за которыми люди должны сидеть в тюрьме, в которых они фигурируют, и вы поймете, когда это выйдет. Значит, вот «Комната сигнал», еще раз покажу. Значит, вот она, как выглядит. Значит, из «Комнаты сигнал» мы переходим в «Комнату прессигнальную», где тоже вы видите все эти документы. Приходим в «Комнату», тоже прессигнальная. Значит, здесь уже, по-моему, идет «Комната». А, где, по-моему, так, это другие сигналы. Значит, тут «Трима». Значит, «Трима». Опять «Сигнал». Значит, «Дропбоксы» тут есть. Ой, а тут вот «Коллекция» у меня вообще уже. Тут «Классика», знаете. Тут «Классика». Здесь у нас уже «Ватсап». Это комната, которую я называю «Комнатой Ватсап». Усатый не раскрывал подробностей, указав лишь, что хочет, чтобы вся страна узнала о самой большой криминальной группировке. Все знают, кем руководимой. В комнатах на полу разложены документы, за которые люди, фигурирующие в них, должны сидеть в тюрьме. И они являются доказательной базой для новых уголовных дел. Все аудио, ну вот в стереофонической комнате обработаны все материалы. С июля 16-го, да? С июля 16-го, да? С июля по декабрь 16-го года все обработано. Вот. Значит, там тоже прикольно. Голоса таких нехороших людей. А так этот... А так все нормально. И вообще я вам скажу, что вот вижу многие вопросы, чей я, аста, что это и так далее. Ребят, это называется... Это называется очень просто. Это называется доказательная база для новых уголовных дел. Значит, причем, как бы на наших дармоедов там особо надеяться не получится, и вы в фильме поймете почему. Но то, что связано с другими странами, где есть смысл проводить расследования, возбуждать уголовные дела и так далее, то это будет как бы... Ну, будет очень прикольно. В последнюю очередь политик извинился за то, что выход обещанного фильма задерживается. Однако, учитывая огромный объем работы, по его словам, это обоснованно. Напомним, месяц назад Ринато Усатый в одном из своих прямых включений на Facebook объявил, что подготовка документального фильма выходит на финишную прямую. А фильм длительностью не менее двух часов появится совсем скоро с субтитрами на английском языке. Ринато Усатый Ринато Усатый Ринато Усатый